Всем привет! И сегодня будет достаточно нестандартное для моего канала видео и вообще не вписывающееся в тематику, если она вообще какая-то есть. И это будет обзор, как вы уже догадались, на геймпад Canyon GPW-6. С чего же вообще появилось желание купить этот геймпад? Объясню это тем, что у меня на Epic Games Store сохранилась куча классных игр, типа Rise of the Tomb Raider, Watch Dogs 2 и еще что-нибудь такое дополнительное, знаете? И мне захотелось это пройти. И честно скажу, такие игры, которые разрабатывались хорошенько под геймпад, типа Rise of the Tomb Raider, я понял, что мне гораздо комфортнее проходить на геймпаде. И с такой целью найти хороший геймпад за умеренную цену, я полез на онлайнер. И естественно, там нихрена не нашел. Точнее нашел, но, как оказалось, в магазине нужной модели не было. У нас в Беларуси распространен такой магазин, как Пятый элемент, там продается различная техника. И первым делом, как я зашел в игровой отдел, это был единственный джойстик, который, в принципе, там продавался. Вот как он выглядит. Он на батарейках, как и Xbox. В комплекте с ним шли батарейки типа AA, но я к нему все равно докупил перезаряжаемые батарейки, как я уже говорил в одном из видео про фотоаппарат, покупайте Rechargeable. И желательно на хорошую такую вот емкость типа 2100 мАч, потому что это реально сыграет вам на руку. Итак, перейдем к основным характеристикам. У геймпада есть виброотдача, также 4 режима ввода, то есть X-input, D-input и какое-то еще там управление. Я, честно говоря, не разбирался, потому что в первый день у меня была такая фаи, вау-вау-вау, ой, что это? Давайте перейдем сразу же к обзору нашего геймпада в действии. Я примерно покажу, как он работает, чтобы вы примерно понимали, как это действует. Сам геймпад выполнен в матовом таком стиле. У него матовая поверхность, которая на самом деле, как уже, наверное, видно, собирает очень хорошо пыль. Все основные кнопки, как на Xbox, то есть вот кнопка включения и кнопка Home одновременно, два стика, также кнопки типа стрелок и основные элементы управления. Основные триггеры также у нас представлены как для Xbox, что, ну, если честно, для меня не играет никакой особой разницы. Будь это аналог типа того же самого DualShock, мне бы было реально без разницы. Давайте включим. И как выполняется у нас подключение? Мы держим кнопку включения и также зажимаем A. Вот оно у нас переключилось на такое управление, но, знаете, большинство игр вот так вот не воспринимают джойстик, они работают неправильно. Запуская Life is Strange, я столкнулся с такой проблемой, что когда у меня вот так вот горели огни, я жал вперед, Max шла назад. Я жал назад, Max шла вперед. И точно так же не работали некоторые элементы управления, типа кнопок, отмотки и так далее. Как решается эта проблема? Мы задерживаем. Вот так. И вот так. Все, у нас теперь переключился на X-input. И в этом режиме у нас работают все функции, то есть и вибрация, которая должна быть в этом джойстике. Там два вибромотора встроены. И точно так же полностью корректно работают все кнопки и элементы управления. Сейчас я покажу на примере игры, как это в принципе работает. Хочу предупредить заранее, что я не заядлый геймер. Я играю в обычно, ну, в какие-то такие более спокойные игры, которые не требуют какой-то сильной нагрузки. Единственное, что Rise of the Tomb Raider, я фанат этой серии, поэтому могу с уверенностью сказать, что там более-менее я еще как-то ориентируюсь. Итак, мы запустили нашу игру. Давайте, наверное, выберем, что у нас там, эпизод в разнобой мы уже прошли. Продолжить. Итак, управление перешло к нам. Давайте посмотрим, как работает джойстик. Если что, всегда можно настроить. Итак, проверим вибрацию. Как вы слышите, нормально работает. Давайте даже, наверное, опущу и покажу. Как-то. То есть, видите, да, нормально работает. Поэтому с уверенностью могу сказать, что для большинства игр этот джойстик, мне кажется, будет дешевым и отличным вариантом. У нас в Беларуси в пятом элементе он стоил 70 рублей. И за свою цену предлагают достаточно хороший дизайн, хорошее управление. И точно так же не требует никаких настроек. То есть, он подключается по USB. И сам автоматический Windows находит на него драйвера. Поэтому вам не придется беспокоиться о том, господи, на каком сайте искать драйвера. Это же кошмар. Но, честно скажу, для меня это не было проблемой. Сначала в первый день, конечно, я не разбирался. Потому что у меня стоялся какой-то, не помню, то ли D-input, то ли что. И сбоку горели вот эти вот огоньки. И только почитав на форумах, я понял, что должен быть X-input. То есть, зажимаем эту кнопку, зажимаем LB. И как бы два раза, и все. У нас нормально настраивается наш геймпаб. Что ж, всех благодарю за просмотр. Очень надеюсь, что вам понравилось или как-то было хотя бы более-менее полезно. Всем спасибо за просмотр. Bye-bye. Субтитры сделал DimaTorzok